Раз и фото в новом сквере в копилку воспоминаний Диляра Юнус с внуками уже успели оценить новый уголок для досуга. Погода сыграла на руку. С первого взгляда внесли витан сквер с патриотическим названием в список любимых мест для прогулок. Честно говоря, очень были удивлены. Нам очень это все понравилось. Очень понравилось детям. Во-первых, здорово, что каждая мамочка может здесь пройтись, прогуляться. Я, например, с удовольствием. У меня внуки здесь гуляют. Им очень понравилось. Раньше территория вблизи школы номер 44 была заброшена. Идею превратить ее в парк или сквер местные активисты вынашивали долгие годы. Этот сквер был необходим жителям частного сектора и жителям МКД. Я, в принципе, как депутат имею каденцию два года. На срок моей каденции поступало неоднократное обращение, и они реализовались. В нынешнем условиях, при нынешнем состоянии власти, при нынешнем главе администрации, главе республики этот вопрос разрешен. Пространство облагородили в рамках соглашения между правительством Москвы и Республики Крым по программе формирования комфортной городской среды. Отныне ничего не напоминает о том, что когда-то здесь был пустырь. Площадь благоустроенной территории порядка 4000 квадратных метров. Детские игровые зоны, площадка с тренажерами, а изюминка сквера, веревочный парк. Круто! Тротуарная плитка, скамейки, урны, освещение. Высадили более 5000 зеленых насаждений. Для них оборудовали искусственную систему полива. Через несколько лет территория превратится в настоящий оазис. Мы договорились с жителями, что установим здесь дополнительно лавочки со спинками для пожилых людей. Ну и на Новый год, безусловно, у нас появится несколько новых локаций в Симферополе. Это новые скверы, в том числе и этот сквер, который с 28 октября называется сквер Витан. Так попросила местная община. Единогласно поддержали такое название, прекрасное название Родина. Поддержали депутаты городского совета. Символически завершили зеленую композицию можжевельники и кипарисы. Их в честь открытия посадили Сергей Аксенов с Валентином Демидовым. Сквер – результат общих усилий власти и крымчан. Результативность есть. Есть и отставания, к сожалению. В данном случае в Симферополе подрядчики не на всех объектах действуют системно. В 15 числу посмотрим. Надеюсь, что и подрядчики, и органы власти мобилизуются, соответственно, и постараются ликвидировать все отставания. Проблемный вопрос получает Ленина. Юрий Михайлович там отлично занимается ситуацией. В понедельник еще раз подбиваем картину. Есть вопросы и к работе заказчика, и к работе подрядчика. Ну, посмотрим. Я думаю, что в понедельник там найдем уже окончательный путь. До конца года крымскую столицу украсят еще четыре сквера. Ленуза Бурсиитова, Асан Ибрагимов, телеканал Миллет.